Доброго времени суток, уважаемые друзья! Вместе с вами Буянов Дмитрий. Мы сегодня поговорим о величайшем русском гении поэте Александре Сергеевича Пушкина. Как Александр Сергеевич Пушкин завоевал популярность в России. Об этом знают многие. Многие читали его. Но многие знают Пушкина исключительно по доводам и по тем биографическим отзывам, которые созданы специалистами, так называемыми пушкиноветами. То есть теми людьми, которые интересуются творчеством Пушкина. И не просто интересуются, но и пытаются найти там тайный смысл. Вот сегодня мы поговорим сколько не о том Пушкине, который принято говорить, а о том Пушкине, который в большинстве своем, к сожалению, неизвестен. И конечно, эта небольшая видео лекция это слишком малая капля информации, которые можно посвятить величайшему гению, величайшему поэту. Причем поэту 19 века, в котором сосредоточилась не только основа и самой интересной, самой увлекательной и возвышающей русской духовности, но одновременно и глубочайший народный опыт, который был передан в художественных образах исключительно Александром Сергеевичем. И хотел бы я сегодня начать небольшую нашу беседу с прекрасного отрывка из произведения Пушкина. Блаженен тот, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею, но кто болтлив, того молва прославит, вмиг извергом. Я воды лето пью, мне докторам запрещена унылость, оставим это, сделайте мне милость. К сожалению, Александр Сергеевич сам не послушал себя же. И в большинстве случаев мы знаем по его биографическим историям, что в жизни он сильно страдал от того, что язык был болтлив в его же словах. Более того, феномен Александра Сергеевича можно рассматривать как основу русской души. При том, что этнически Александр Сергеевич относил себя к двум этносам. Он не только был потомок с Африки и Эфиопии, его прадед был Эфиоп, и одновременно он был русым. То есть у него было, естественно, по отцу он был русский. И исключительно вот смесь двух этносов, они создавали в нем определенные стереотипы в жизни, которым не обладает большинство. Большинство и, конечно же, восприятие мира было тоже другое. Он был уже и чужой там, в южных странах. Но он еще не был принят полностью здесь, на севере. И, конечно же, Россия, начиная с фамилии Ганнибала, Россия производила на этот род очень неоднозначное впечатление. Причем, если мы посмотрим биографические данные, то взаимонепонимание было нормой тогда в дворянских семьях. И Александр Сергеевич этого не избежал. Родители достаточно мало уделяли внимания Александру Сергеевичу. Он достаточно себя показывал нехарактерно для нормальных развитых детей. Развивался он очень своеобразно. Сначала он был замкнут очень долгое время, потом вдруг его словно прорвало. И у него проявился образ, которому он подражал гиперактивно. И, конечно же, повышенная активность, детская тогда еще повышенная активность, она пугала. Пугала дворянских родителей. Они даже не знали, что делать. Собственно, из-за этого они его отправили в Царское село. А тогда Царское село, это было, ну, определенно, мы должны понять, что это определенное заведение, которое только-только открылось. Этакая академия при президенте по-современному. И, конечно же, вот тогда это тоже Царское село, это определенное учебное учреждение, цель которого была создать кадры для имперского правительства. Конечно, эти кадры должны были достаточно подготовлены. Знание нескольких языков, изобразительное искусство, развитие музыкального таланта, развитие общих исторических сведений, в том числе и отличные знания мифологии, древнегреческого языка. Вот все это входило одновременно с некоторой воинской такой обязанностью, точнее, манкированием эдаким воинским. То есть, они, конечно же, были, чувствовали себя, что они воспитанники, и одновременно у них была дисциплина, как военная дисциплина. Но эта дисциплина регулярно нарушалась, и свобода общения исключительно со своими сверстниками, она давала себе знать. И закладывала тоже определенные образы и определенное мировоззрение, которое попозже проявилось в жизни. Естественно, эти люди по выходу в жизнь, они уже наполняли основной чиновничий корпус, причем чиновничий корпус исключительно министерств, то есть, преимператорского бюрократического аппарата. И вот такие имперски подготовленные, но с свободомыслием определенным и с большим багажом знаний, которые даже не знали, что делать с этим знанием, честно говоря. Вот эти люди, они выходили, и, конечно же, у каждого из них была своя судьба. Но вот Александр Сергеевич Пушкин очень неоднозначно себя проявлял как в детстве, до царского лицея, так и вот в подростковом периоде, юношей уже в царском лицее. И вот царский лицей, конечно, оказал сильнейшее воздействие на мировоззрение Александра Сергеевича. Почему нам интересно сегодня говорить, вот сегодня 21 век. С момента появления Пушкина прошло уже более 150 лет, и, конечно же, мы должны понимать, что вот сейчас, в данный период времени, мы должны понимать, кто мы и о чего мы нравственно материально оголтели, как писал Салтыков Щедрин. И послушайте, что на это Салтыков Щедрин, как он, кстати, упоминает Пушкина, и почему интересно же все-таки развитие самого творчества Пушкина в настоящее время. Это очень актуально. Мне скажут, быть может, но существует целый мир чисто психических и нравственных интересов, выделяющих бесконечное множество разнообразнейших типов, относительно которых не может быть ни вопросов, ни недоразумений. Да, такой мир действительно есть, и литература отлично знала его в то время, когда она, подобно спящей царевне, дремала в волшебных чертогах. Но, во-первых, типы этого порядка с таким несравненным мастерством, уже разработанные отцами литературы, что возвращаться к ним значило бы только повторять зады. А во-вторых, и это главное, попробуйте-ка в настоящую минуту заняться, например, воспроизведением хвостунов, лжецов, лицемеров, мизантропов и так далее. Ведь та же самая улица в один голос взапит. А в чем ты нам говоришь? Оставь старые погубки и ответь на те вопросы, которые затрогивает нас по существу. Кто мы таковы? И от чего мы нравственно и материально оголтели? Ибо никогда не была психология в фаворе у улицы, а нынче она удовлетворяется ею меньше, нежели когда-нибудь. Помилуйте. Да психология ли тут, когда в целом организме нет места, которое бы не щемило и не болело. Но сверх того, психический мир, на который так охотно указывает, как на тихое пристанище, где литература не рискует встретиться ни с какими недоразумениями, ведь и он сверху донизу изменил физиономию. Основные черты типов, конечно, остались, но к ним прилично нечто совсем новое. И прилипло это прямо связанное с злобой днем. Появились дельцы, карьеристы, хищники и так далее. Но говорят, умел же писать Пушкин. Умел. Написал же он повести Белкина, Пиковые дамы и прочее. Написал. А чего же современный художник не может обращать свою творческую деятельность на явление такого же характера, которыми не пренебрегал величайший из русских художников Пушкин? Ответа на это вовсе не труден. Во-первых, Пушкин не одну Пиковую даму написал, а многое другое, о чем современные Ноздревы, благоразумно умалчивает. А во-вторых, живи Пушкин теперь, он, наверное, не потратил бы себя на писание Пиковый дам. Ведь это только шутки шутят современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть под сенью памятника Пушкина. В действительности, они столь же охотно пригласили бы Пушкина в участок, как и всякого другого, стремящегося проникнуть в тайнописи современности. Ибо они отлично понимают, что сущность Пушкинского гения выразила совсем не в Пиковых дамах, а в тех стремлениях к общечеловеческим идеалам, на которые тогдашнее управо Балагочиня, как и нынешнее, смотрел и смотрит одинаково неприязненно. Как точно написал и поведал нам Салтыков Щедрин. О нем мы говорили в прошлом выпуске нашего видеобеседы. И действительно, те, кто называют себя пушкинистами, часто не являются искренними подражателями пушкинского слова. Это всего лишь трактаты, трактаторы, которые хотят с помощью наведения этого сна пушкинского запутать человека. И подать себя в виде эдаких прорицателей на основе писаний Пушкина. И вот сегодня у нас речь об этом тоже пойдет, потому что Пушкин неоднозначная личность, и мы об этом будем говорить очень много. Тем не менее, само отношение Пушкина к той действительности, когда он жил, а это XIX век, это, я не перестаю повторять одно и то же, это век фактически золотого расцвета, творчества, высокодуховного творчества России. Это век, когда огромное количество юных художников, писателей, огромное количество и архитекторов, и музыкантов, и исполнителей в это время не просто рождается, но блещет, сверкает на небосклоне вот именно Российской империи тогдашней. Ну а вы прекрасно знаете, что Пушкин тоже охватил несколько эпох. Он родился в одной эпохе, и его жизнь, уже зрелая жизнь, она происходила при другом императоре, при другом отношении, совершенно другая эпоха началась. Там было преддверие отмены крепостного права, к сожалению, вот до самого факта отмены крепостного права он не дожил. Трагически прервалась его жизнь, его судьба, но мы об этом сегодня тоже будем говорить. И почему же есть произведения, которые даже в образовательных программах без конца преподают и подают с большими вырезками, и одно и то же навязывают как тип стереотипа вот именно восприятия Александра Сергеевича Пушкина. А какие-то другие произведения, они умалчиваются и по сию пору. В том числе умалчиваются и музейными хранителями, потому что эта информация нигде не печатается, она недоступна для людей. Я не думаю, что большая часть населения России была в доме-музее Пушкина, на Мойке, например, в Санкт-Петербурге. Хотя хорошо бы было, когда личный человек соприкасается с этим эгрегором пушкинским, когда он понимает то, что нельзя выразить словами, когда он проникает в то жилище, которым доживал последние дни своей трагической жизни Пушкин. И там были мысли Пушкина, и там они остались. Там очень достаточно сильная энергетика, хотя там многие стеллажи восстановлены, многое мебель тоже восстановлены, но тем не менее само восприятие иное. И массу информации можно получить без человеческого обмана, исходя исключительно к подключению на сферной реальности. И вот это легче делать, естественно, там, где первоисточник этой информации. А первоисточник это дом-музей Пушкина на Мойке, и, конечно же, дом-музей в Москве, и Царское село, где он достаточное количество своего юного времени прожил. И вот почему же такое неоднозначное понимание в современном образовании творчества Пушкина. Ну, это понятно, что до сих пор есть очень сильная завеса, которая прикрывает и укрывает истинный характер и истинное повествование наследия Пушкина. Мы немножко разберемся в этом. Пушкин уже не увидел живого Вольтера, а тогда вольтерианство достаточно сильно развивалось, потому что Пушкин родился уже по прошествии определенного времени после смерти Вольтера. А Вольтер – это одна из очень модных идеологий, которая в шутливой форме, в сатирической форме практически раздевала человека нравственно. Она делала его безбожным, она делала его с призмами, которые передавали неверное представление о мужчине и женщине. Так женщина унижалась на вольтеровском языке и в вольтеровских повествованиях, и он бесконечно посмеялся над ней, то есть представляя, что женский организм и женский тип человека – это само собой что-то уже блудливое. Это неправильное, конечно же, восприятие, и это восприятие было специально заказано тогдашними западниками, тогдашними масонскими орденами, потому что Вольтер был, естественно, посвящен, он был масон, и они пытались навязать в том числе и великой России, точнее, не самой России, а вот именно аристократии и релите, которая при императоре находилась и самому императорскому двору. Вы прекрасно знаете, что вольтеровскую библиотеку выкупила тогда императрица и оставила у себя как основную библиотеку знаний, философических знаний. Вот эти философические таблицы, которых пишет Пушкин и Вольтери, они достаточно неоднозначно понимались самим Александром Сергеевичем. Александр Сергеевич неоднократно у себя указывает на старикашку Вольтера с пренебрежением, то есть тем самым передавая то, что Вольтер лгал. Он специально искажал мировоззрение элиты для того, чтобы элита осатанела и для того, чтобы у элиты проявился внутри иной деградационный идеал, который увел бы далеко от истины. Как раз это эпоха, когда, вот представьте себе, большая часть элиты разговаривает не на русском языке, а на французском. Даже Лев Николаевич Толстой и то написал свой знаменитый труд «Война и мир». Фактически там очень большая, там почти половина написана на французском языке. Вот представьте себе, до какой степени экспансия чужого языка в этой стране происходила. А вместе с чужим языком вы прекрасно знаете, что язык – это ключ к пониманию. И язык – это практически понимание жизни. Жизненные слова, они словоупотребляются только лишь с пониманием, с привязкой мысли, а мысль становится чуждой. То есть, если чуждый язык привнесен, конечно же, и мысль становится чуждой. И Пушкин это понимал. Он понимал, но тем не менее он был вынужден тоже разговаривать и на французском, и изъясняться. И многие его черновики написаны на французском языке. Но здесь нужно отметить сразу же очень интересную деталь, которая практически показывает Пушкина в более высоком свете в этом понимании. Потому что Пушкин, помимо французского языка, он еще и отлично знал древнегреческий язык. Он отлично знал древнеэллинскую и древнегреческую мифологию. Именно ее кодировал в сказках. Потому что, ну вот, обычный такой простой пример. В своих сказках, сказка о царе Салтане, вот когда в бочку замуровывается вместе с маленьким ребенком царицей, отправляется по морю-океану, это как раз Даная и Персей. Это Даная и Персей, которые в древнегреческой мифологии также смолятся в ящик, и в надежде на то, что они утонут, их выкидывают в открытый море. И в конце концов ящик это прибивает к берегу, они высвобождаются и основывают совершенно другое царство. Совершенно могущественное царство, которое потом начинает уже искать диалог с тем государством, откуда они приплыли. Это древнегреческая мифология. Пушкин облег все это в художественную форму, сказку, и тем самым он прошел цензурный вопрос, потому что цензуру, представляете себе, вот около, если только ты начинаешь говорить совершенно не о том, повествовать не в том ключе, то, конечно же, тебя начинают приструбить. И это без конца, вот в 19 веке это без конца. Цензура, она вырезала все основные и умные труды. Вот то, что могло принести огромную ценность, вот для современных даже поколений. А уж не говоря о поколении, которое было одновременно с Пушкиным. И я хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что сейчас есть замечательный труд, научный труд, который, к сожалению, мало известен. Но вот те, кто интересуется Пушкиным в его понимании жизни, в его расшифровках, в его истинных писем, и корректуре, как бы, что он пытался закодировать, в том числе, в этих письменах, то я вас отсылаю к такой замечательной книге академика Валерия Чудинова, которая называется «Тайнопись в рисунках Александра Сергеевича Пушкина». Вот такой вот экземпляр у меня есть. И я хотел бы всем просто порекомендовать с этой книгой ознакомиться. И все-таки там приводится огромное количество расшифровок истинных черновиков Пушкина. Черновики взяты непосредственно с хранилища, либо от хранителей Пушкинского музея. И очень интересно, там описывается большая часть биографии, которая умалчивается. У пушкинистов вы всегда услышите какое-то однозначное понимание Пушкина, что вроде бы гений, да, но избалованный гений. Вот он ввел такую непонятную судьбу. Конечно, это не ответ на то, почему же Пушкин провел свою жизнь и заключал в своей жизни одновременно несколько противоположных абсолютно личностей в себе. Вы знаете, что он был подвержен смене настроения, и это очень хорошо описывается в его биографических очерках. Смена настроения у Александра Сергеевича была постоянной. То он чувствовал себя приподнятым, и он был жизнерадостен, а то он чувствовал себя апатично, и он в меланхоличном таком чувстве закрывался от людей, начинал писать, либо просто в это время начинал ну как бы закрываться от общества и искать какое-то успокоение в книгах, либо в вине. И вот это очень интересно, потому что как рвется его душа на части, как пытаются завладеть и Грегоры его душой. Очень интересен сам процесс, сам подход. Мы многих людей творческих это можем увидеть. Когда человек от гениальности к сумасшествию сходит, причем это может происходить в течение суток, причем это может происходить в течение короткого времени. Как он меняет в себе вот эти вот типы восприятия людей, то он жизнерадостен, а то он апатичен и озлобен на весь мир. И, кстати, в его злобной сатире мы неоднократно слышим, когда он посмеивается над людьми, но как бы зло посмеивается. Он говорит правду, но это именно о смеянии. А ведь нужно не просто посмеяться над людьми злостного его положения, а нужно еще и дать пример, а как же нужно себя вести, а как же выйти из этой ситуации. Потому что если он критикует, то он должен и предлагать, и, соответственно, держаться тех устоев, что и предлагает. Ну вот в самом начале, когда я процитировал о том, что блаженен тот, кто именно словом правит, причем крепко словом правит, ведь Александр Сергеевич не всегда крепко правил словом. И, конечно же, его вовлекли в масонство, в южное масонство. Вообще география Александра Сергеевича Пушкина, прижизненная, она обширная. То есть он был как в южных регионах и Российской империи, он также был, это очень интересно, что и вот две столицы, он без конца он менял, то есть с Москвы переезжал в Петербург, с Петербурга в Подмосковье. И вот это вот, как бы с охватом многих провинциальных городов, в том числе и Казань, и Симбирск, вот это его география. Он много что видел, он много знал совершенно разных традиций и народностей. Он погружался в культуру, поэтому у него такое разнообразие, гениальное разнообразие трудов, начиная от цыган, где он написывает «Быть цыган», причем преднестровских, так заканчивая и в том числе и Полтава, есть это украинский фольклор идет исторический, и заканчивая очень интересными уже прибалтийскими сказками, повествованиями, элегиями древнегреческими, а также наследием севера, гиперборейского наследия, потому что он тоже знал существование гипербореи. И, конечно же, вот это все должно было бы сделать человека целостного, сильного, но его ввлекли в масонство. Тогда масонство это уже начинало разрушаться, это уже не петровское масонство, это масонство, которое уже нацелено не на высокие какие-то идеи просвещения, а это масонство, которое уже держит исключительно геополитических целей, естественно, это создается интеллигенцией умнейших людей, то есть туда вовлекались умнейшие люди, творческие люди, то есть лучший генофонд, лучший потенциал туда нужно было бы вовлечь. И для чего? Для того, чтобы совместно скрыто разрабатывать планы по практически свержению тех или иных монархий, свержению тех или иных политических режимов. И, конечно же, это проявило себя уже во время жизни Пушкина, вы прекрасно знаете, как вот эта вот провокация, декабристская провокация. И многие друзья декабристы, масоны, они были хорошими друзьями Пушкина, и они были лицеистами вместе с Пушкиным, они, конечно же, вместе провели определенное количество времени, и они знали вот этот либеральный дух, они знали, чем их подчевали там, в Царском селе. Ну а что, разве в Царском селе не было вот этого невежества, и не было тех же самых орденоносцев, учителей? Конечно же, были. Потому что с приходом Пушкина уходит один из последних, один из последних, самых лучших таких творческих патриотов, людей, державин, и который благословляет Пушкина, который благословляет Пушкина на творчество, но остается масса людей под пятой орденов, в том числе и церковных орденов. И, конечно, уже это борьба. Борьба внутри Пушкина, он никак не понимал, где же истина. То есть, вроде бы, он примкнул к обществу, которое... Ну, во многие общества ходил, но он примкнул к обществу, цель которого... Вроде бы просвещение, вроде бы поднятие своих супервозможных, сверхвозможных человека. То есть, этакая новая философия. Одновременно он разочаровывается и видит, что там, кроме политических измышлений, политических провокаций, ничего больше и нет в задержании. Это создается пушное мясо на основе лучшей интеллигенции России. А Пушкин был из дворянских семей. Из дворянских семей. И, конечно же, он, помимо того, что его вовлекали исключительно по его внутреннему потенциалу, но одновременно учитывался его дворянское положение. Конечно, нужно сказать, что дворянское гнездо, в конце концов, Пушкиных, оно было... Потерпело определенное поражение. То есть, оно было разорено еще при жизни самого Пушкина. И он получил в наследие за свое неправильное поведение огромное количество долгов, потому что он любил появляться в игральных домах, он любил появляться в аристократических кругах. Тогда это нужно было. Он чувствовал себя одиноко, если он сидит один, если он где-то закрывается. Хотя одновременно творческий гений в нем бушевал, и создавались вот эти шедевры в томах, которые мы можем прочитать. Причем Пушкин один из немногих за счет того, что он на какое-то время был посвящен... Почему я говорю, что он на какое-то время был посвящен в Южная звезда, вот определенное масонское движение? За счет того, что он понял, вовремя понял, что ничего этому хорошему не даст, кроме как использование его каких-то грязных интересов политических, он пытался уйти. Естественно, не получилось у него полностью отречься от этого общества. И в конце концов, был сделан заказ другим масонам Дантесам, которые вообще откровенно, и там, честно говоря, откровенно говоря, иностранец с достаточно хорошей подготовкой, причем подготовкой в плане террора, как психологического, так и физического террора. И который просто задавал провокации, писал письма против его супруги. Сначала Пушкину супругу подсунули, Наталью Чернышову. Прекрасно знаете, что его подсунули каким образом. Он еще познакомился с ней, когда она была маленькой девочкой, она ему понравилась, но не более того, Пушкин был очень влюбчивый. А потом позже, когда он уже как матерый такой человек, который прошел многое за счет вот этих вот бесчисленных попоек, знаком с этим огромным конгломератом аристократически настроенных людей, со знакомством огромное количество философских течений, потому что он находился как в обществе значит, южная звезда, а также северная звезда, но северная звезда вовремя ушла. Одновременно в обществе любителей русской словесности, где, собственно, он и познакомился с Жуковским, а также с великолепным гением русской словесности, русского живого языка, это Дарим. И вот как только его судьбу стали конструировать, то есть ему в конце концов подсунули Наталью, из-за которой он и пострадал, кстати, в своих тайнописях, он так и указывает, что он глубоко несчастен уже будучи с супругой, он глубоко несчастный человек, потому что как супруга, как женщина, она ему не нравится. И она холодная. Она не тот идеал любви к женщине, к которой он привык. Не вольтерианский идеал, а настоящий, человеческий. Ну, конечно же, там сейчас очень сложно рассуждать, что досудить, потому что тогда это была целая эпоха, целая эпоха, грубо говоря, антипарадигм, и которые намеренно внедрялись в общество под видом либеральных идей. Но в конце концов, именно эта супруга, оказала решающее значение, во-первых, в разорении, финансовом разорении Пушкина, потакая его гулянком, и одновременно требуя у него огромное количество дорогих платьев, дорогого комфорта, который он уже по своим возможностям, финансовым возможностям, не мог ей это позволить. Но, тем не менее, позволял. Брал долги, ввязывался в расставщические бумаги, и, естественно, задолжав огромную сумму денег, происходила апатия, происходило падение его, внутреннее даже, он себя начинал корить за то, что он вот многие средства денежные промотал, как он сам тогда говорил. И, в конце концов, его же супруга, Натария, подводит к тому самому роковому случаю, когда масон Дантес, откровенно говоря, используя ее словоохотливость, используя ее немножко беспринципностью, он пишет провокационные записки, которые неоднократно доходили до Пушкина, в том, что Пушкин рогатый, в том, что Пушкин, значит, рогоносец, то есть, его супруга изменяет ему, и Пушкин, имея такую горячую кровь, вот эту вот южной с северной кровью смесь, он имеет такой горячий темперамент характер, который, конечно же, образовался из-за непонимания, начиная с родителей, его внутреннего непонимания. Он очень горячо реагирует на вот эти провокации, зовет Дантеса на дуэль первый раз, этот конфликт был погашен, причем был урегулирован самим верховным, грубо говоря, секретарем и верховным шефом, смотрящим за Александром Сергеевичем и Тужуковским, а вот второй раз не получилось эту провокацию убрать. И когда следующие письма дошли до Пушкина, они сейчас хранятся, кстати, в доме музея Александра Сергеевича на Мойке в Санкт-Петербурге на Мойке-12. И, к сожалению, там произошла трагедия. Пушкин слишком был уверен в своих силах и когда он, они осуществляли дуэль, а дуэли уже были в это время запрещены, и они, то есть, фактически, они уже нарушали законы тогда Уголовного кодекса имперского, имперского. И Пушкин понадеялся на то, что, на свою кипучесть, на то, что ему до этого везло, что он во многих дуэлях уже в это время участвовал. Конечно же, это тоже извращенное понимание жизни, это тоже неправильно, потому что раскидываться своей жизнью вот таким образом и постоянно ее жертвовать на благо своих вот этих кипучих страстей несколько неверно. Это расходится полностью с его гением творчества, это расходится полностью с тем, что он сам же писал в своих произведениях, то есть, что называется эгрегириальное наваждение. То есть, тогда Пушкин разрывался на части, в нем был гений и одновременно тот идиот, которого воспитала аистократическая неправильная среда. И вот Дантес, это сейчас уже данные достоверные, что Дантес применял определенные виды жилет, бронежилет тогда, он был заказан с Европы, причем, все это было пособничество австро-венгерского посольства было там, то есть, напрямую это был зарубежный заказ, напрямую был зарубежный заказ по так называемой чистке генофонда, творческого генофонда тогдашней России. и вот этих людей, которые не вошли в систему, их просто убирали. И вот Пушкина, мало того, что там была ядовитая дробь, которой стрелял Дантес, еще и сам Дантес был в жилете. И когда ему сказали представить доказательство того, что Пушкин в него тоже попал, он даже не мог представить, потому что как таково он сказал, что дробь попала в пуговицу, и вот пуговица разлетелась, разбилась, а он, слава богу, остался там старым. Ну, это, конечно же, неправда, это, конечно же, неправда, это, конечно же, откровенно говоря, вранье, а если мы посмотрим дальше, то Дантес, в конце концов, был вхож в семью Пушкина, опять же, через супругу, каким образом, у супруги Натальи была сестра родная, и вот эта сестра там была официальная свадьба, после чего они уехали в Францию. И вот эта трагическая судьба нам показывает не только так называемый институт еврейских жен, институт управления. Почему еврейских жен? Это исторический факт, который прошел еще при развале Римской империи в Балтакасу, то есть там тоже таким же образом порабощали основных римских завоевателей, основных героев, полководцев римских, тоже подсовывали в свое время там любовницы, жен, а потом с помощью того, что жены что нужно, науськивали, либо срабливали, либо наоборот охлаждали патриотизм римских служителей и они в конце концов отрекались от той самой грандиозной битвы, либо от того жесткого патриотизма, верия Римской империи, в конце концов, в результате чего Римская империя, как вы знаете, развалилась. Вот тут был применен тот же самый способ, тот же самый способ, тоже применили по отношению к Пушкину, подсунули ему супругу, со временем доказали, ставили ему доказать то, что уже пора, уже нужно бы тебе быть семейным человеком, а так как знали, что у него сумбур внутри, то есть человек ищет, он искал подходящие себе партии, он искал тоже высокодуховные личности, хотя нужно принимать в учет, что естественно все эти гуляния, все эти выпивания и все эти огромные вот эти вот гулянки, кутилы, естественно они отразились на Пушкину не самым лучшим образом, потому что в его творчестве тоже видно, что он то пишет вот эту вот легкость изложения, легкие слова а то в ожидании бесконечной смерти какой-то трагизм идет, причем это ожидание бесконечной смерти это происходит с 20 до 30 лет, то есть самый такой период, когда человеку наоборот нужно жить, нужно радоваться, там самые способности открываются, а видение в том числе и жизни, а тут нет наоборот какой-то пессимизма. И вот Пушкин был причем посвящен во многие тайны и он в тайны истории России, потому что тогда давали возможность взять информацию с хранилищ, имперских хранилищ, только лишь отдельным людям, ну конечно же посвященным, вот за счет того, что он как бы тоже смог использовать ситуацию и пока он был посвящен в определенное общество, он воспользовался ситуацией и открыл для себя те летописные информационные источники, которые доселе были закрыты, причем они были в основном находились в храмах, точнее в подземельях у храмов и там так сладкие подземелья, а вы прекрасно знаете, что вот город на Неве, Петербург, в любом случае он, конечно же, что там в 19 веке подвальное помещение, естественно это сырость, это без конца нужно сделать определенные профилактические меры, а там это не принималось, потому что когда он пишет в своих же воспоминаниях, исторических воспоминаниях, что когда мне были даны вот эти вот бумаги, эти летописи, и когда я стал их как архивариус структурировать, то я увидел в каком ужасном состоянии они находятся, заплесневелые летописи, причем в большинстве случаев они вымочены, они разрушены, сгрызенными мышами, и он написал, кстати, он создал свою же историю про Петра Первого, вот об этом мы будем позже в следующих выпусках более подробно говорить, потому что Петр Первый тоже неоднозначная фигура, и вопрос о подмене Петра Первого, настоящий или был Петр или не настоящий, он конечно же доказан, но он опять же не афишируется на публику, и об этом как бы умалчивается, потому что, ну это понятно, это политический момент, потому что срывается полностью вся клановость передачи императорской царской власти. И вот у него был набросок о ничтожестве литературы русской, то есть достаточно сильно он на основе исторических данных он и анализировал литературу и действительную, настоящую, и прошлую литературу, он сам читал иностранные, и английские, и французские книги, вы прекрасно знаете, но с английским еще куда не шло у него был значит, лады, а вот с французским он отлично читал их, на немецком языке, кстати, были немецкие книги, когда вы придете в музей, в квартиру Пушкина, вы можете увидеть там, конечно, небольшое количество книг, которые выставлены, оригиналов книг, и там в большинстве случаев это зарубежная литература, он читал с оригинала, и поэтому он даже Вольтера он читал в оригинале, потому что вы прекрасно знаете, если вы хотите обладать знаниями того или иного писателя, нужно читать его на языке оригинала. Вот вернемся к ничтожеству русской литературы. Он писал план, и вот очень интересно. Летописи сказки песни пословицы. Послание царские, песнь о полку побоище Мамаеву, то есть он собирал информацию. Царствование Петра, царствование Ельсаветы, Екатерина, Александра, влияние французской поэзии, то есть и то, и другое царствование, он вот всех этих трех императоров и императриц, он знал. Язык, влияние греческое, не язык. Конечно же, язык разбираются русские. Памятники его, то есть языковые памятники. Литература, собственно, причины ее бедности, то есть как раз причины бедности русской литературы, отчуждение от Европы, сначала отчуждение, а потом уничтожение или ничтожности влияния скандинавского. Ну, то есть, конечно же, на русский язык там все пытались ее влиять, и вот он это видел, вот это влияние, и здесь он указывает в своем плане. Сказки-пословица «Доказательство сближения с Европой». Доказательство сближения с Европой. Очень интересно, это в контексте, кстати, императора Петра I. Все идет. Ну, сейчас я тут, значит, вот сразу же перехожу к Екатерине Вольтер, то есть вот тут он как раз указал, то, что в вольтерианство возникла та самая антирелигия на смену новых устоев, новых целомудренных устоев, вот нужно было разрушить то, что было языческого, то, что было уже и христианской верой насаждено, но вот именно в вопросах целомудрия и в вопросах мудрости народной. И, конечно же, вот я раньше говорил, что Вольтер, он очень сильно оказал влияние, на общество. Общество поняло, что Бога нет и понеслось во все тяжкие. И тогда Пушкин это видел, потому что он тоже во многих произведениях самокопается. А есть ли Бог или нет у него? Конечно, Бог вне религиозен, вне ритуален. Бог есть у каждого не то, что свой. Он единый, но у каждого он внутри находится, а не внешние какие-то там атрибуты, а божествование. Так вот, здесь, сейчас я вот хотел бы отдельно акцентировать внимание на плане, в котором он написал Петр создал войско, то есть это, естественно, имеется в виду Петр Первый, Петр Великий, создал флот, создал науки, создал законы, но не мог создать словесности, которые рождаются сама собою, от своих собственных начал. Поколение преобразованное презрело безграмотную изустную народную словесность. И князь Кантемир, один из воспитанников Петра, в путеводители себе избрал Буало. И как раз он, Буало, неоднократно упоминает своих произведений, в том числе и Евгений Онегин. Вот этот непонятный язык в немецкой, сначала немецкая культура. Вот представьте себе, влияние немецкой культуры в России происходило, одновременно влияние через словесность, через языковую словесность французской культуры, словесности. И вот это все представлялось в высшем обществе императорской России и, конечно же, отражалось на обществе. И в целом все вот эти ошибки, в том числе и политические ошибки, они, конечно же, сказывались тоже на этой двоякости непонимания, куда мы идем, почему мы не бережем свои корни, почему мы не изучаем свои начала, истинные начала. И любая попытка, в том числе и русской словесности, вот это общество, которое было создано, в которое входил Идаль, вот и Жуковский, и вот это вот общество, оно, к сожалению, там было полное непонимание того, что почему же в современности тогдашнего, 19 века, почему же все разговаривают на французском языке, а мы-то изучаем русский язык, а почему русский язык без конца, то он с греческим мешается, это христианское врибание, то он мешается скандинавским, это бесконечные войны и победоносные миры с скандинавским странами. Но как это так? И Пушкин был, он был открыт для информации исторической, он мог критично рассуждать, причем вот его труд про летопись, составленную по заказу, повествующую о Петре Первом, она почему-то умалчивается до сих пор. Она есть в издании, в полном собрании сочинения 1899 года, конечно, с цензурными вырезками, но тем не менее, я постараюсь представить по своему официальному сайте, ссылочку, чтобы вы почитали. И вот там он пишет как бы свой вывод уже, там многие были исторические факты, там летопись, практически летопись была переработанная, огромный труд исторический, и вот вывод, а почему же Петр Первый, вот как и здесь он указывает, вот так всего много создал, значит, вот всего, все много построил, но почему же у Петра Первого у него есть определенные как бы раздвоения, когда он начинал хорошие деяния, а потом он начинал зарубать, в конце жизни он начинал зарубать эти деяния, и становился на противоположную сторону, насаждение страха, ужаса и осквернение грамотности. Что же происходило в это время? Уж неподменно ли красной чертой идет повествование у Пушкина? То есть он сам дошел до того, что скорее всего была подмена императора, но об этом не хотел бы я сейчас много распространяться, потому что информации достаточно много. И вот быстрый отчет о французской словесности в 17-м столетии, тоже из плана его, в 18-е столетие начало русской словесности. Кантемир в Париже обдумывает свои сатиры, переводит Горация, умирает 28 лет Ломоносов. Плененные гармонии рифма пишет своей первой в своей молодости оду и исполненную живопись и тому подобное. Конечно же он вот видел то, что есть вот эти самородки, которые приходят из народа, как Ломоносов, которые не позволяли полностью осквернить русское начало, которые не позволяли русской духовности пасть до уровня французской принадлежности. тем не менее все равно вот эти гения, эти люди-гения наподобие Пушкина, а таких мало, к сожалению, мало в современности, но много было в 19-м веке, они являются тем оплотом, тем оплотом русской культуры, из которой сложилась дальнейшая цивилизованная или цивилизация Руси. Вот вы понимаете, конечно, до Пушкина были тоже гении, были те люди, которые также самопожертвовали свое творчество исключительно на развитие духовности, на развитие словесности, русской словесности, но ведь пришли одновременно и те иностранцы, которые навязывали свое, да, под эгидой оккультуривания, но как в итоге мы увидели, что это не под эгидой оккультуривания, а целью была наоборот запудрить головы, светлые головы такими беспринципными вещами, для того, чтобы в конце концов русская культура не вышла на венец славы и не имела тому успех, который она имела уже тогда, кстати, отбоялись все с 18 века этот испуг иностранцев. И вот, что он пишет про Вольтера, вот опять же вернемся к вольтерианству, Вольтер и великаны, это в 18 столетии, не имеют ни одного последователя в России, но позже бездарные пигмеи, грибы, выросшие у корня дубов, это Тарат, Флориан, Мармантель, Гишар, Мадемуазель Жан-Лис, овладевают русской словесностью. Нам это чуждо, за исключением Карамзина. Ну, вы прекрасно знаете, что Карамзин был посвящен масонам, еще в детстве, в юности, точнее, был посвящен масонству, и, конечно же, его основная задача была написать труд России так, чтобы история становления государства российского имела исключительно характер необходимости вливания иностранных умов, необходимости вливания иностранного эдакого менеджмента управляющих людей. И вот как раз Пушкин, зная лично Карамзина и понимая его роль в обществах, он также понимал то, что из истории государства российской, к сожалению, можно на многое посмотреть с призмой такого германа фильства и с призмой западноевропейского фильства. То есть, тогда, когда все-таки вот эта самобытность, русская самобытность, она вычеркивалась и немножко опошлялась с помощью предыстории, с помощью того, что написал Нестор в свое время, там, то есть, конечно же, церковник Нестор, который там много чего понаписал про истоки русов, что там были варвары, дикари, но история доказывает другое, что варвары, дикари, наоборот, сменили высокоцивилизованных людей и высокую культуру. Да, конечно, время от времени по регионам можно было в разных обществах видеть какие-то племенные неправильные устройства. Понятно, это сейчас так же, но всех мерилкой нельзя мерить одной, поэтому Пушкин тогда понимал, что карамзинская история это заказ для того, чтобы дать обществу хоть какую-то историю государства российской, естественно, в контексте, как я уже говорил, в контексте необходимости обращения к опыту европейских стран. Вот это основная позиция была тогда Карамзина, но тем не менее Карамзина слушали, Карамзина воспринимали, потому что все-таки он написал на русском языке и написал те исторические факты с источников летописей, которые позже в Великом пожаре были, к сожалению, утрачены. Ну, по крайней мере, так нам говорят официальные историки. Я, конечно, не думаю, что они были утрачены, но тем не менее. Наверняка осеяли где-нибудь в спецхранах определенных орденов, но тем не менее. Нынешнее влияние критики французской и юной словесности это исключение. То есть критики французской практически не было во времена Пушкина. Естественно, все говорили на французском языке, мы уже об этом говорили. Пушкин же, говоря на французском языке и владея многими языками, он стремился к раскрытию корневой основы и смысловой основы настоящего русского языка. Вот я уже говорил о детстве, о становлении Пушкина. Все-таки вот что повлияло на него таким образом, что он заинтересовался именно русским этносом, именно русскими легендами, сказаниями, эпосом, песнями, а тут все очень даже легко. Не исключена возможность, что Пушкин это всего лишь эгрегориальный инструмент русского жречества. Потому что вы прекрасно знаете, что все его детство, тогда, когда человек начинает только-только воспринимать мир, когда начинает учиться говорить, когда начинает создавать образы в своей голове и это влияет на всю оставшуюся жизнь, в это время детство формировало ему обычная крестьянка крепостная Арина Родионовна. Мы ее знаем достаточно хорошо, опять же, только лишь исключительно благодаря памяти, исторической памяти Пушкина, который спочиневал во многих произведениях, своих стихах, посвященные няне своей, потому что Арину Родионовну он искренне любил. Арина Родионовна была человек близкий, была человек, который его по-матерински понимала, словно, как раз она была уже преклонных лет, и она как бабушка родная, она ему говорила русские сказания, русские песни, историю народа, как воспринималась тогда эта история. Потому что вот позже, когда он был также допущен до архива и стал писать про восстание Емельяна Пугачева, он тоже не только акцентировал внимание на том, что было написано в летописях и первоисточниках, но и на народную память, которую передала ему свое время, это Арина Родионова посредством передачи песен, старинных песен, в том числе в том числе Стеньки Разине и Емельяне Пугачеве. И вот как раз вот это как бы богатство, богатство волхования, которое ему с искренней душой давало в образовательных беседах Арина Родионовна, хотя она сама была там по данным историков неграмотная, там много чего не знала, но тем не менее как нужно, вот что нужно, она тем не менее ему выдавала в образах красивых сказках, которые несли с собой смысловую нагрузку историческую. И поэтому очень легко воспринимался ребенком, поэтому ребенок был подключен к нужным правильным эгрегорам родовым. Но опять же я хочу вернуться к пониманию, что Пушкин в своей жизни он доказывает то, что за его душу, если так можно сказать, проще говоря, за его душу без конца была борьба хороших и плохих эгрегоров, чтобы нам было понятно. И поэтому это масонство, но одновременно это прославление русской словесности. И поэтому это несколько как бы сказать, несколько принижения перед французским и лицемерное молчание перед французским говором в аристократическом обществе и некоторая такая блудливость к женщинам. И одновременно мы можем видеть, что развязка в Гавририаде, которая откровенно говоря расщепляет все мифы, иудейский миф, в которых построены церковные догматы и осознание того, что история и истина она есть равна для всех. Такая, какая она и есть. То есть вот это как раз бесконечная борьба у Пушкина, она виднеется вот с его жизни, она виднеется в его произведениях и мы можем воспринимать то, что он писал, конечно же, с помощью его произведения искусств, с помощью его произведений, написанных многими томами и еще, кстати, большинство неопубликованных до сих пор официальным домом, музеем. но тем не менее общие мы можем схватить общий план. То есть какая-то была эпоха, кому было поклонение, кому было подражание, то есть это информационная война, естественно, была, как и сейчас. Это была информационная война, когда Запад без конца впивается и кромсает русскую народность, русскую народную идею, которая подчинена высоким идеалам. И без конца вот эта агрессия, западноевропейская агрессия, она без конца идет под видом оккультуривания, она идет и прививает свои неправильные меры, неправильные нормы, потому что Пушкин очень сильно переживал, почему же такое безбожие пошло в аристократическом обществе, когда совершенно недавно ездили еще в храмы, поклонялись и там стояли со свечками и думали, что они в это время чище становятся, с Богом ближе. И тут же резко меняется и наоборот начинают огромные кутежи на высоком уровне, кутежи, какое-то прелюбодеяние, блуд бесконечный, бесконечные гуляния, гусарские выходки, дуэли. Вот это вот все он видел, что это неправильный настрой, неправильное жизнеполагание и оценка идеалов, ценностей, нравственных ценностей, то есть идет переориентир определенный. Вот это он видел, этот процесс, и поэтому отражалось, конечно, и на нем, и как таковое отражалось и на том, что он писал. Но вот, тем не менее, нужно сказать, что очень много тайн связано и с его кончиной. Я бы не хотел, конечно, сильно аксессировать вас внимание на вот это вот трагичное завершение его жизни, но хотелось бы вот все-таки упомянуть о том, что, как и Пушкин, так же его и один из лучших друзей Николай Васильевич Гоголь, великий герой нашей уже современной русской литературы, потому что 19-20 века ничего нового не было придумано с тех пор, ничего нового, гениального ничего не было придумано, поэтому и современный тоже, я считаю. И вот, как и у Пушкина, так же и у Гоголя были проведены определенные ритуалы после их погребения, после их смерти. Мы знаем, что в 1899 году, когда отмечалось там в туалете Пушкина, пушкинистами, якобы пушкинистами, было предложено реставрация склепа, где находится гроб Пушкина, и опять же принимало решение уже по плану реставрации в 1901 году Академии художеств, Академии искусств, что такое Академия искусств Санкт-Петербурга? Это самое как раз и есть сосредоточие вот этих вот промасоненных членов общества, которые фактически верховодили культурой тогдашней культуры и живописи, и архитектуру, навязывая барочный стиль, навязывая классическое подражание классических каких-то вот моментов именно европейской культуры, то есть не русской культуры, а именно европейской. Собственно, с чем был связан тогда вот уход художников-передвижников. И когда план Академии художеств и искусств был одобрен, ну сами себе придумали, сами себе одобрили, нужно было этот план всего лишь видимость, конечно же. Это для отвода внимания. В 1901-1902 годах было как раз запланировано то, чтобы отремонтировать скреп Александра Сергеевича Пушкина. И вот, как ни странно, средств, естественно, не хватило, и поэтому стали частично делать реставрацию. Зачем? Кто сунулся? Для чего? Это опять же многие такие магические ритуалы, специальные ритуалы делаются для того, чтобы подчинить этого человека себе. Точнее, Игрегора Пушкина себе, потому что человек уже как какого физического нету, а есть только лишь его культурно-духовом наследии, в том числе и на биополях, на Игрегорах. И вот вы знаете о том, что просочилась прессу, чисто случайно просочилась прессу информация о вот этих предстоящих работах по реставрации скрепа, семейного скрепа Пушкина, фамильного, но почему-то реставрировали только лишь его отдельный памятник. В конце концов, есть несколько фотографий, я потом приложу их к этому видео, в конце данного сюжета. Есть несколько фотографий, которые были напечатаны в газете, была огласка, что вот, значит, там увидели краешек гроба Пушкина, и он нисколько не истелел, потому что он был одновременно сделан в деревянном саркофаге, но саркофаг уже успели деревянный разломать, а вот с гроба Пушкина посмотрели, в каком отличном состоянии, якобы просто смотрели, потом опять замуровали и закрыли. Но тогда был изъят лоскуток, лоскуток покрывала, который накрывал гроб Пушкина. Зачем вот это вот все? Для чего? Это, опять же, понимаете, это какая-то грязная, сатанинская и вот эти вот ритуалы, которые делаются без конца, сопровождают великих людей, без конца. Я не удивлюсь то, что если там заместо Пушкина давно уже его тела нету, а там как и Гоголь в свое время тоже делали также реставрацию, кто-то чего-то там скреп разбили, потом сделали новый еще хуже, но череп пропал у Гоголя и сказали, что головы у Гоголя там нету. Это же понятно, что его изъяли, это понятно, что он не пропал, потому что он потом пошел в частную коррекцию, в эти вот ордена для того, чтобы сделать определенные ритуальные вещи. Зачем нужно было к Пушкину так же лезть, чтобы разламывать именно сам вот этот деревянный саркофаг и обнажать гроб с останками великого поэта. Тоже непонятно, потому что, хотя там все реставрационные работы должны были проходить исключительно на облицовке, каменной облицовке внешне. Но это вот такие вот вещи, то есть, что называется, вовремя их припалили и поэтому пришлось оправдываться, что это вот частичные реконструкции, частичные реставрации. Собственно, это, конечно же, заказ. Более того, вот в копилку вот этих магических и совершенно непонятных с точки зрения здравого человека ритуалов сатанинских выступил и то, что Тургенев, который Пушкин достаточно недолюбливался, Тургенев был тоже посвященный, но он был недолюбливался Пушкинам из-за того, что слишком уж около подхалибничал и пытался внедриться в дружбу Пушкину. И Пушкин не любил вот эту настойчивость, назойливость. Тем не менее, после смерти Пушкина в первые часы приехал Тургенев, когда увидел тело Пушкина, он попросил значит около лакея принести ему ножницы и срезал локон с мертвого Пушкина, который, собственно, себе сделал медальон, сказал, что хоть что-нибудь мне останется. Вот для чего вот эти все сатанинские вещи это непонятно. По некоторым данным говорят, что так же поступил якобы Некрасов. Ну, конечно же, это большой вопрос, потому что в доме музея именно Пушкина там говорят, там об этом умалчивают, но там есть данные вот с этим медальоном с волосами мертвого Пушкина, который потом был возвращен в дом музея на мойке, но странно, зачем вот эти ритуалы с вот этим вот локоном человека. Более того, Пушкин был причащен, он был потом отпет, и вы прекрасно знаете, что он к концу своей жизни он не хотел, не хотел, после разоблачения в Гаврилеаде, он не хотел, чтобы его соборовали, и тем более уж его отпевали, и чтобы какие-то ритуалы церковные делать, потому что он понимал, что это тоже определенные мистификации, исключительно направленные на концентрацию эгрегора, то есть подключение к церковному эгрегору, его наследие, ну и собственно соподчинение эгрегоров. Он прекрасно понимал это даже на уровне просто информационного, может быть даже где-то несознательного, потому что многие его неосознанные, несознательные какие-то вот восприятия, они отражаются в его творчестве. И потом этот медальон мы видим в доме-музее, но очень известно этот медальон или не этот, может быть даже и какой-то иной, какой-то другой, ну вот эта вот страсть к тому, чтобы соподчинять великих героев, великих людей, соподчинять каким-то вот этим вот готическим ритуалам, это конечно к сожалению стало как норма тогда в 19 веке, когда просто бесшабашная останелость и безбожность она распространилась на верхние круги зажравшейся аристократии. Собственно сейчас это тоже есть, но уже не в таких количествах и не в таком качестве. И я привожу на своем официальном сайте вот как раз выдержки из этой газеты тогда в 1901 году посочилась статья, чей случайно корреспондент сфотографировал, сделал несколько снимков вот разрушенного скрепа, рассказал, что там ведутся работы, что был изъят небольшой лоскут с покрывала гроба Пушкина, который сейчас представлен зрителям в Доме-музее Пушкина в Санкт-Петербурге. И вот это все оно приводит к мысли о том, что не при жизни его закабалить, так хотя бы закабалить его после смерти. То есть на уровне эгрегориального. Это понятно. Это становится понятно. Потому что одновременно вот и изучение Пушкина почему происходит постоянно через определенных трактаторов. То есть есть определенные люди, которые без конца говорят, что они лопушкинисты. И они начинают подавать как что сами поняли. Они начинают подавать в том ключе, которым хотят общество. Заместо того, чтобы общество само узнавало его творчество Александра Сергеевича и себе создавало свои суждения. Нет. Напротив. Вот именно создали определенное общество любителей словесности Пушкина, о котором Салтыков Щедрин написал, что они с удовольствием его и посадили, смотрели бы на него со скамьи подсудимых в современное время. Да, действительно так. То есть естественно это мнимое подражательство и одновременно увод от истинных значений Пушкина. Вот книга, которая до этого говорила, что тайна пись в рисунках Пушкина, там очень много чего написано, очень много раскрывается его руническая кодировка. Его рисунки Александра Сергеевича практически они все в себе содержат некие слова и коды, которые Пушкин то ли от праздности, то ли для того, чтобы передавать, зашифровывать от цензуры свои рисунки, передавать будущему поколению. Но кодировал многие биографические свои вещи. И как бы вот там вот он переставание и отношение к женщинам, и отношение к деньгам, и приобретение долгов больших и прочее, 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 Вот подытоживая, к сожалению, у нас не так много времени осталось до завершения, хотя о Пушкине можно говорить вечно, можно говорить постоянно. И я призываю все-таки людей не забывать творчество Пушкина и время от времени открывать его томик, хотя бы даже со стихами, читать, пытаться понять самому спервоисточника, все-таки смотреть не просто на вдохновляющий эффект от его произведения, но и смотреть глубже, что он хотел тем самым передать. Очень интересная будет у нас отдельная лекция по наследию Пушкина, историческому наследию Пушкина, когда он описывал Петра I, правление Петра I, Петра Великого. Этому мы посвятим отдельный видеоролик, как я уже говорил до этого. И уже в завершении я хотел бы сказать о том, что наследие Пушкина оно огромное, оно велико. Некоторые говорят, что у Пушкина есть второй смысловой ряд. Да, он есть, но он интерпретируется совершенно не так, как его интерпретируют эти самые некоторые. И сознательный человек, он должен сам подключаться к Грегору Пушкину, он должен сам пытаться понять мысль Пушкина в его произведениях и прочесть тот самый второй смысловой ряд, поэтому он и смысловой, дабы не быть оболваненными другими пастухами, которые ведут, естественно, ведут людей для определенного понимания в неправильном контексте творчества Пушкина. Пушкин не был в такой степени чист и прозрачен, как нам его подают. Конечно же, в нем отражались и определенные неправильные образы поведения общественного, но об этом уже говорили. И об этом говорили то, что он проявил своей жизнью в том, что он не мог определиться, у него была бесконечная борьба за его душу, грекреальная борьба, добра и зла. И это же выразилось в его творчестве. Но часто художники говорят, что я с этим согласен, как любитель художника, что вот само произведение, когда создаешь сам шедевр, само произведение искусства, какую-то картину, например, то это не ты пишешь о топу, как будто бы кто-то водит твоей рукой и кто-то дает тебе эту информацию. Мне-то понятно, что это ноосферная реальность, это ноосферное проявление определенных духов, определенных эгрегоров, о чем, собственно, я стараюсь более просто рассказывать в таких видеороликах, но также и у писателей, когда они создают свои шедевры, они руководствуются не своими знаниями, а знаниями, в это время подключаемыми к ноосферой. И поэтому через Пушкина большинство гениальных его пророческих произведений, конечно же, пришли с ноосферы, всего лишь используя как инструмент Пушкина. Не нужно забывать о том, что Химфо использовало древнерусское жречество, это языческое жречество в лице Арины Родионовны, а в течение жизни его пытались, был представлен куратор Жуковский, и его пытались использовать, вписать под эгрегор орденов, тайных орденов, это мастонских движений, чтобы использовать его потенциал. Именно в этом заключается его сумбурность жизни, его сложность жизни и трагичность. И, конечно же, это нужно принимать в учет, и те, кто любит творчество и подражает творчеству Пушкина, должны понимать, что основа пользы, которую он принес в русскую культуру, в том числе и русскую литературную культуру, это основа, которая была создана им письменно, в его письменных источниках. Потому что поведением часто в жизни он показывал совершенно полную противоположность и не следовал своим же созданным идеалам. С вами был Буянов Дмитрий и я прощаюсь с вами до следующего выпуска, на котором мы будем говорить также о великих гениях и героях высокой русской культуры. Ну, стать успешным и счастливым может каждый из вас и это дело каждого из вас снова для себя. Музыка. 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 Музыка.